МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Там, где рождается жизнь, в Самаре, на территории больницы Середавина, торжественно открыли областной перинатальный центр. Председатели ТОСов, учителя, студенты и представители бизнеса. Николай Меркушкин провел встречу с жителями промышленного района Самары. Долги по зарплате работников автоваз-агрегата будут погашены в течение двух месяцев. Ситуацию на предприятии обсудил губернатор с коллективом завода. Участники Всероссийской конференции сегодня побывали на экскурсии на РКЦ «Прогресс». Приняли участие в деловой игре, направленной на развитие творческой мысли в науке. В Самару привезли награды России. Горожане смогут увидеть символы российской государственности из музеев Московского Кремля. Там рождается жизнь. В Самаре, на территории больницы Середавина, торжественно открыли областной перинатальный центр. По степени оснащенности оборудованием и медицинским персоналом, это учреждение третьего, самого высокого уровня. В России по государственной медицинской программе откроют 34 таких центра. Самара стала одной из первых. На церемонию открытия прибыли полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Николай Меркушкин. Торжественное вручение символического ключа. Центр уже в работе. С конца августа здесь появилось на свет 94 малыша. Перинатальный центр рассчитан на 130 коек. Здесь будут оказывать медицинскую помощь женщинам и детям из группы высокого риска, с угрозой прерывания беременности и различными патологиями. Вот, как у нас с таким удобным широким столом. Германский стол, это все, на какие-то такие вот столы. Но мы попросили ширину хорошую, чтобы женщинам было удобно. А им очень удобно. Условия на самом высоком уровне. Одноместные и двухместные палаты, отдельный душ и туалет, круглосуточная связь с персоналом. Все бесплатно, по родовому сертификату. Очень долгожданная. Очень долгожданная. Да, и очень рада, что попала. Условия хорошие? Очень хорошие. А вы по родовому сертификату, да? Да. Самое современное оборудование. Есть и единственное в области. Врачи прошли специальное обучение. Десять родовых залов, три операционные, отделение патологии беременности, выхаживание новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь могут сохранить сложную беременность. Врачи выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Важно, что это сотни и тысячи спасенных жизней. Это совершенно другая мотивация для родов, для тех мам, которые, может быть, там сомневаются или которые опасаются о своем состоянии здоровья. Это совершенно другой уровень квалификации медицинского персонала. Самарский перинатальный центр сможет принять 5000 родов в год. Помощь будут оказывать пациенткам со всего региона. Центр построили за полтора года. 2,5 миллиарда рублей направили из областного и федерального бюджетов. Работа выполнена очень на высоком уровне. У меня есть тоже с чем сравнивать. Когда-то по прежней работе мы вводили перинатальный центр. Здесь многие вещи уже сделаны на более современном уровне. Очень важно теперь, как наши люди, персонал, как еще вот этот уровень технологий будут выдерживать, и не только может выдерживать, а совершенствовать даже. Рождаемость в Самарской области растет. Работает государственная программа по снижению материнской и детской смертности. Это одно из приоритетных направлений в Самарском регионе и в России. По распоряжению федерального правительства Самарская область получила также 13 новых машин скорой помощи. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Сегодня в Самаре завершилась Всероссийская научная конференция орбита молодежи. Ее участники, а это сотни лучших молодых специалистов ракетно-космической отрасли, заключительный день конференции провели на РКЦ «Прогресс». В программе образовательный модуль, экскурсия по предприятию и круглый стол. Валерия Макарова подробнее. Размышления о трендах ракетно-космической отрасли в формате мозгового штурма. Последний день конференции орбита молодежи выдался насыщенный. Академия Роскосмоса подготовила для участников несколько образовательных модулей. Молодые специалисты уже подводят для себя итоги, что дала им эта конференция. Очень интересные знакомства, ценные рекомендации получены, в частности, с коллегами из АО РКЦ «Прогресс». Достаточно много интересных тем для обсуждения было найдено. Вот, так сказать, профессиональные связи. Ну, кроме того, впечатление об очень красивом городе Самаре. Говорили сегодня и о том, как удержать на производствах перспективную молодежь. По последним данным, на предприятиях Роскосмоса больше 20% сотрудников – это люди моложе 30 лет. Мы обменялись мнениями, и я думаю, что нам стало намного более понятно, куда мы будем двигаться в ближайшее время, какие наши следующие шаги. Вот это была цель, и я считаю, что она полностью достигнута. Молодежь должна происходить в предыдущие поколения по всем позициям, как всегда это дело было. Ну, а для этого надо учиться и принимать опыт, и работать в полную отдачу сил. В конференции «Орбита молодежи» участвовали ведущие специалисты и молодые ученые предприятий ракетно-космической отрасли из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Красноярска и Томска. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Основные долги по зарплате работников автоваз-агрегата будут погашены в течение двух месяцев. Ситуацию на предприятии обсудил губернатор Николай Меркушкин с коллективом завода. Принято решение создать комиссию, в состав которой войдут рабочие, представители правительства области и надзорные органы. Все усилия будут направлены на то, чтобы через конкурсного управляющего после продажи имущества погасить основные долги. Во время встречи обсуждались и возможности размещения нового производства на базе цехов завода. Напомним, конвейер автоваз-агрегатов стал летом прошлого года. Через год суд признал завод банкротом. На конец августа 2016 года на погашение задолженности по зарплате рабочим было перечислено 156 миллионов рублей. Добиться выплаты получилось благодаря активной позиции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и губернатора Николая Меркушкина. Однако процедура затянулась, как отмечает глава региона, по вине основного акционера. Работники предприятия вместе с представителями правительства договорились поддерживать друг друга в сложившейся политической ситуации. По тому, что мы уже получили, конечно, благодаря только вам, эти деньги, которые получили. Наша сейчас задача с вами, наша задача, это обеспечить выплату заработной платы и обеспечить как можно быстрее. Они ковали победу в тылу в годы войны, а сегодня помогают развивать космическую и авиационную промышленность. 75-летие отмечает завод «Металист Самара». История предприятия начинается в 41-м году, когда в Куйбышев были эвакуированы станки, оборудование десятков заводов из разных городов страны. Сегодня у предприятия открылось второе дыхание, приходят новые сотрудники, поступают новые заказы. В прошлом году объемы производства выросли почти на четверть по сравнению с 2014-м. Продукция предприятия востребована и на земле, и в небе, и даже на воде. Основные направления – производство комплектующих для ракетно-космической и авиационной промышленности. На торжественном собрании лучшие специалисты завода получали награду из рук губернатора, главы города, председателей областного и городского парламента. Предприятие стало не только заметным в Самарской области, но и очень важным для всей нашей страны. Потому что ни одна ракета, которая производилась здесь, запуска не могло стояться без завода металлистов. Это самолеты, это и в том числе газотурбинное направление, и там огромный вклад нашего предприятия. Ваше предприятие, сформированное в годы Великой Отечественной войны, всегда отличалось тем, что задавало очень высокие стандарты научно-технических разработок, стандарты в качестве труда. Предприятие ваше никогда не оставалось в стороне тех социально значимых проектов, которые реализовывались в городе. Вы работали для фронта и для победы, вы работали для космоса, вы работаете для импортозамещения и успешно выполняете эту миссию. Об экономических событиях уходящей недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Мировые цены на нефть начали снижаться после резкого роста накануне. Сегодня за один баррель марки Brent дают 49 долларов 44 цента. Доллар немного подрос. На выходные Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 16 копеек, евро 72 рубля 33 копейки. Золото стоит 2772 рубля, серебро 40 рублей 99 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 66 рублей 59 копеек, дороже всего продать за 61 рубль 81 копейку. Росстат сообщает, россияне не экономят на пище для ума. За год в стране продажи книг выросли на 6 процентов, а вот за продуктами стали ходить реже. Больше покупают только картофель. В чем себе не будут отказывать жители Самарской области, так это в хлебе. В этом году в регионе намолотили рекордный урожай зерна – больше 2 миллионов тонн. Этого количества хватит, чтобы обеспечить жителей региона и даже накормаживать наводческим фермам хватит. На этом все. Удачи в делах! Долги сомнительного происхождения. Сегодня в почтовых ящиках самарцев оказались вот такие странные квитанции. Неизвестные лица, именующие себя ИП Мазурин ПМ, просят погасить задолженность за коммунальные услуги, якобы оказанные неким ОАО ПТС-сервис, что сразу у жителей вызвало большие сомнения. Так как контора с таким названием давно ушла с рынка ЖКХ. Как нам сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии, эти квитанции вполне могут быть частью мошеннической схемы. И призвали граждан проявлять бдительность и не оплачивать мифические долги. Решать коммунальные проблемы сообща. Ассоциация ТСЖ создана в Самаре. В нее входит 115 участников. Почему товарищество собственников жилья решили объединиться, узнала Лариса Шалафаст. Первый дом по проспекту Ленина можно уверенно называть домом высокой культуры быта. За состоянием здания уже много лет тщательно следит председатель ТСН Владимир Фатеев. Работы хватает. Это одно из самых больших зданий в Самаре. 28 подъездов и почти 2000 жильцов. Ремонт здесь провели комплексно. Обновили кровлю, привели в порядок подъезды, частично заменили коммуникации. Чтобы на все хватало средств, жители открыли счет и регулярно откладывают деньги на капремонт. Особая гордость – 17 новеньких лифтов. Семь из них – финские. По своему характеристику превосходят лифты наши. Значит, они более-менее были играющие здесь, бесшумность входа. С текущим ремонтом в доме справляются, но есть вопросы, которые требуют общих усилий нескольких ТСЖ. Поэтому товарищество собственников недвижимости «Проспект» вошло в ассоциацию ТСЖ района одним из первых. ТСЖ сложно живется у нас. Как-то, ну, есть ощущение, что доминирует управление компанией. Поэтому ассоциация, может быть, даст возможность нам свои интересы отстоять, интересы собственных. Ассоциация ТСЖ Октябрьского района создается по инициативе самих товариществ собственников жилья, которые решили, что общими силами смогут улучшить качество работы. Ассоциация – это юридическое лицо, при помощи которого ТСЖ смогут решать рабочие задачи и юридические вопросы. Сообща можно решать вопросы и по благоустройству при домовой территории, на которую порой, у ТСЖ не хватает денег. А сообща, так сказать, через ассоциацию можно лоббировать в администрации уделения каких-то бюджетных средств. Сообща можно решать проблемы, допустим, по уборке снега зимой, да, нанимать технику через ассоциацию, допустим, на несколько. То есть по оптовым каким-то ценам, по сносу, аварийных деревьев тоже самое, бригада нанимать сообща. Сейчас в ассоциацию ТСЖ вошли уже 115 товарищиц собственников жилья. Лариса Шлафас, Артем Сулайманов, События. Николай Меркушкин провел встречу с жителями промышленного района Самары. В зале собралось более 800 человек – председатели ТОСов, учителя, студенты, представители бизнеса и просто неравнодушные самарцы. Подробности в нашем следующем сюжете. Промышленный район – один из самых больших в Самаре. Здесь проживают 230 тысяч человек. На встречу с Николаем Меркушкиным пришли неравнодушные самарцы, которых интересует развитие области. Впервые за последние 20 лет построены новые школы. 1 сентября открылись учебные заведения в микрорайонах «Волгарь» и «Кошелевпроект». Зимой учеников примет школа на 1500 мест в микрорайоне «Южный город». В регионе стремительно выросли и темпы строительства жилья. По этому показателю в прошлом году Самарская область стала лидером в Приволжском федеральном округе. Мы в прошлом году построили 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем в Татарстане на душу населения. У нас самое дешевое жилье в ПФО. Вот сейчас по последней статистике самое дешевое. Оно 22 года было самым дорогим. Позитивные перемены есть и в промышленном районе Самары. Так незадолго до встречи в Юнгородке открылся физкультурно-спортивный комплекс «Маяк». А чуть раньше Николай Меркушкин дал символический старт работе нового завода по производству соков. Еще одна тема – развитие спортивной инфраструктуры. За 4 года построено 11 бассейнов, 14 ледовых арен и 24 физкультурно-оздоровительных комплекса. Жители замечают позитивные изменения. Я всю жизнь проработала в детском саду воспитателем. И хочу вам сказать, вот лично вам, огромное спасибо за то, как сейчас вы начинаете заботиться о наших детях, о том, чтобы они занимались спортом. На встрече жители говорили о необходимости открыть новый спортзал в медико-техническом лицее. У меня ребенок учится в медико-техническом лицее. Но вы знаете, очень обидно. Все сейчас говорят, чемпионат мира по футболу, спорт, спорт. Но, представляете, у нас в лицее нету спортзала. С 5 класса по 11 нету урока физкультуры. Николай Меркушкин ответил, что об этой проблеме уже известно. И в бюджете следующего года предусмотрен первый транш на строительство спортзала. Николай Меркушкин подчеркивает, дальнейшее развитие области во многом будет зависеть от жителей. Чем выше будет явка на выборах 18 сентября, тем больше у региона шансов получить представительство депутатов в Государственной Думе, которые будут лоббировать интересы области на федеральном уровне. Лариса Шлафаст, События. Шедевры из сокровищниц царей и императоров в Самаре. В художественном музее открылась уникальная выставка «Наград России». Впервые музей Московского Кремля показывает такую обширную коллекцию за пределами Москвы. Подробности в нашем сюжете. За труды и отечество в художественном музее впервые представлена коллекция «Наград России» – истории дореволюционной и современной. Это ордена во всей их полноте и разнообразии, и предметы, связанные с национальной наградной системой. Настоящие шедевры ювелирного искусства. Музеи Кремля впервые показывают такой обширный выставочный проект за пределами столицы. Многие предметы экспонируются впервые, а некоторые даже были отреставрированы специально к этой выставке. Как, к примеру, икона пророчицы Анны Благовещенского собора Московского Кремля. О реставрации драгоценной панагии неожиданно обернулось научным открытием. До этого момента никто не знал, где находится орден, которым впервые был награжден Петр I. Тайна раскрылась при подготовке этой выставки. Когда мы стали реставрировать панагию, мы обнаружили, что это орден, которым Петр I был награжден во время своего великого посольства, и который мы сейчас привезли сюда. Это первый орден, не шитый, но орден, сделанный из золота и бриллиантов, который получил Петр I как русский государь, и который положил идею о создании своей орденской системы русской. Каждый экспонат – это не только произведение искусства, но и история, культура и практика награждения. Нам очень приятно, что и коллекция Самарского обоснового художественного музея представлена, поскольку здесь картины и подвор из нашей коллекции дополняют те экспонаты, которые привезли к нам из Москвы. Бесценные исторические реликвии, представленные на выставке музеев Московского Кремля в Самаре, будут открыты широкому кругу зрителей до середины ноября. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Предстоящие выходные для самарцев пройдут более чем насыщенно. Юбилей 430-летия отмечает Самара. Основные торжества состоятся 11 сентября. С 13 до 16 часов на набережную полевого спуска состоится авиашоу с участием реактивных штурмовиков и вертолетов. Также будут работать военно-патриотические площадки и выставка вооружения. Пройдут спортивные соревнования, выступит творческий ансамбль ВДВ. На площади Куйбышева интерактивные площадки и выставка-ярмарка, сделана в Самаре, начнут работу с 11 часов. Ближе к вечеру горожан ждет масштабное театрализованное представление, посвященное истории областной столицы. В 8 вечера кульминацией праздника станет церемония присвоения Самаре звания город трудовой и боевой славы. Это событие уже называют историческим для города и региона. Губернатор Самарской области поддержал инициативу ветеранов увековечить подвиг фронтовиков и тружеников тыла. Новый статус поможет сохранить историческое наследие. То, что произойдет 11 числа, 11 сентября, это, ну, я считаю, что это, во-первых, историческое событие, мы, наверное, будем гордиться. И это вот то, что мы возвращаем долг перед городом, долг перед нашей Самарой. Артисты Самарской государственной филармонии, симфонический оркестр, сводный оркестр духовых инструментов, оркестр народных инструментов, артисты драмы, театра Самарта. Вот так будет рассказана с пяти часов история Самары в разных картинках, в разных действиях от князя Григория Засекина до новейшей истории. На сцене выступят народный артист России Лев Лещенко, Полина Гагарина и группа Любе. Завершится праздник фейерверка. Для безопасности горожан в воскресенье на улицах Вилоновской, Красноармейской, Галактионовской, Чапаевской будет ограничено движение транспорта. Прямую трансляцию с площади Куйбышева смотрите на нашем канале 11 сентября с 19 до 21 часа. Выставка детского творчества, концерт, подвижные игры. В Ленинском районе прошел праздник «Моя Самара». Торжества развернулись в сквере Мичурина в преддверии 430-летнего юбилея города. Жителям сделали и памятный подарок, вручили знаки Куйбышев в запасная столица. На праздники побывала и Алина Чемерес. Румяный пластилиновый колобок и яркий бумажный дракон встречают жители Ленинского района в сквере Мичурина. На торжестве, посвященном Дню города, выставка детских поделок, мастер-класс по созданию игрушек из воздушных шаров, музыкальный концерт. У нас привыкают дети к таким праздникам. Видите, они сами принимают участие. Они стараются высказать свои слова и стихотворения, и песни, и танцы принять. То, что это здорово. Это воспитывает наше младшее поколение быть действительно настоящими патриотами своего города, своего двора, своего дома. На районные праздники жители всегда приходят с удовольствием. Говорят, это отличный повод познакомиться поближе. Соседи друг друга могут увидеть, пообщаться, лишний раз поздороваться, лишний раз завяжется какой-то разговор. Лишний раз они вместе подумают, какие-то улучшения для района в том числе сделать. Выскажут какие-то проблемы, какие-то вопросы. Да просто подружатся. На концерте, посвященном 430-летию Самары, наградили сотрудников детского сада номер 79. Им вручили памятные медали Куйбышев «Запасная столица». Алина Чемерис, Василий Колдашов. События. Образование, дороги, благоустроенные дворы, доступность жилья. Каждый молодой человек может заявить властям о том, что волнует его больше всего. И на какие сферы нужно обратить внимание депутатов. В Самаре по инициативе общественного молодежного парламента при Гордуме проходит акция «Я выбираю». Подробнее в сюжете Марина Матвеевшиной. Я выбираю образование. Каждый самарец может выбрать то, что волнует именно его, и дать знать об этом властям. В Самаре проходит молодежная акция «Я выбираю». Члены общественного молодежного парламента при Гордуме собирают мнение молодых людей и делают своеобразную статистику наболевших вопросов. Первое место занимает качественное образование. На самом деле это вопрос, который меня тоже волнует в первую очередь. Во втором месте дороги идут, которые волнуют проблемы всех горожан. Активисты проводят акции во всех районах города. Они общаются с разными людьми, и помимо тех вопросов, которые заявлены, каждый может оставить свое пожелание. Потом совместно с депутатами члены молодежного парламента будут содействовать решению вопросов. Эти сведения очень важны для нас, и они вскрывают новый пласт проблем, над которыми нужно работать. Конечно, мы этой акции напоминаем людям, что важно не молчать, а именно выражать свою гражданскую позицию. И только когда в районе, регионе и городе, только тогда будет возможное развитие. Стартовала акция в минувшее воскресенье и длится уже неделю. Каждый желающий заявить свое мнение может смело подходить к активистам в любом районе города. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Волейбольная нова на Кубке России обыграла победителя Лиги чемпионов. Самарский дзюдоист, третий на чемпионате России. Тольяттинский паралимпийц установил мировой рекорд по плаванию. Тольяттинский плавец завоевал золотую медаль альтернативных паралимпийских игр. В Подмосковье Сергей Сухарев на дистанции 50 метров вольным стилем, кроме того, установил новый мировой рекорд – 27,66 секунды. Во всероссийские игры входят еще 17 видов спорта. В Самарскую область на соревнованиях представляют 7 спортсменов. Кроме Сухарева, это Вероника Доронина и Николь Радамакина – легкая атлетика, Сергей Батуков – филоспорта, Вячеслав Ленский – плавание, Наталья Далекова и Николай Крыгин – пулевая стрельба. Успешно выступают на всероссийских соревнованиях и дзюдоисты. Ислам Хаметов выиграл бронзовую медаль чемпионата страны в весовой категории до 66 килограммов. На татаме в Хабаровске Самарец из шести встреч проиграл только в одной – схватку за выход в полуфинал. Серебро у Абдула Абдул-Жалилова, Дагестан, чемпион России Акбар Бейсагуров, Санкт-Петербург, Ингушетия. Рвутся к победе и новокуйбышевские волейболисты. На предварительном этапе Кубка России они одержали три победы. Нова в Нижневартовске с одинаковым счетом 3-1 обыграла Ярославич из Ярославля и Прикамье из Перми. Также сдался и действующий чемпион России, победитель Лиги чемпионов Казанский «Зенит». У новой на первом этапе осталась еще одна игра против хозяев турнира «Югры». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Хорошая новость для интернет-аудитории телеканала «Самара Гиз». Теперь наши передачи можно смотреть в высоком качестве HD. Ищите официальный YouTube-канал «Самара Гиз», подписывайтесь. Число наших просмотров на этом канале более 10 миллионов. Читайте нас в Twitter, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok